Общероссийский народный фронт в Краснодарском крае запускает проект «За безопасные дороги Кубани». О причинах и цели этого начинания нам рассказала сопредседатель регионального отделения ОНФ Светлана Бесара. Проект «За безопасные дороги Кубани» был инициирован после того, как Центр народной экспертизы, это Центр Общероссийского народного фронта, определил 10 самых опасных федеральных трасс страны. К сожалению, в перечень на первое место попала наша Кубанская трасса. А-146, Краснодар, Верхнебаканский. У нас количество погибших от ДТП на 10 километрах этой трассы составило 4,75% человек. Это, конечно, самый страшный показатель. Мы понимаем, что, прежде всего, это связано с тем большим потоком туристов, которые направляются особенно в летний курортный сезон к нам в край. И связано это еще и с тем, что там большая часть дороги – это однополоска. Мы видим, что что-то не было, что небольшое расширение там уже сделали. Но этого, конечно, недостаточно. Нужно еще работать в этом направлении. Мы берем это на свой контроль и призываем, прежде всего, авторизмителей соблюдать правила безопасности дорожного движения, особенно в летний период. В рамках проекта будет уделено внимание дорогам в аварийном состоянии, опасным ограждениям, отсутствию освещения, нехватке пешеходных переходов. На сегодняшний день уже создана интерактивная карта безопасности дорог Краснодарского края, на которой можно увидеть количество аварий на том или ином участке дороги.